Доброго времени дорогие друзья! Гиревой балабол Ищейкин в очередной раз вводит зрителя в заблуждение. В своем видео касательно креста с гирями Ищейкин, ссылаясь на книгу Лебедева, заявляет, что любой крест с гирями должен выполняться на абсолютно ровных руках. И рекордным можно считать лишь крест ладонями вверх. Это очередное балабольство для оправдания его же собственной слабости, а также для обесценивания достижений других атлетов. Давайте разберемся в этом и ткнем Ищейкина еще раз носом в его же балабольство. Обратимся к первоисточнику. Книга Ивана Лебедева «Тяжелая атлетика» 1916 года. Издание. Разведение весовыми. Цитирую. Разводить гири можно телами на руках и телами книзу. Нечего и говорить, что рекордным считается. Второе. Это упражнение требует очень и очень большой тренировки, иначе можно надорвать мышцы над плечья. Поэтому начинать тренировку советую с крайней осторожностью, с легкими гирями. Лучше тренируйтесь первой месяцы с полусогнутыми руками. Только после многих лет тренировки и то очень сильным гиревикам удается правильно и чисто держать на горизонтально вытянутых руках весовые двухпудовки. Конец цитаты. Но в книге 1928 года. Издание. Упражнение с весовыми гирями. Иван Лебедев более детально излагает свою мысль. Разведение и отведение. Разводить можно двояко. Держа гири телами на предплечьях или опустив телами книзу. Пишет автор. Нечего и говорить, что второй способ гораздо труднее. И здесь мы уже не видим приставки рекордный, которая в контексте сказанного обозначала сложность выполнения подъема, а не деление подъемов на рекордные кресты и нерекордные кресты. Далее. Делается разведение. При первом способе так. Гири подняты на выпрямленные над головой руки. Опускать руки, поворачивая предплечьями ладонями книзу, так чтобы тела гирь лежали на верхней наружной стороне предплечий. Вниз до горизонтального положения. Сфиксировав в этом положении гири, опустить их на пол, сгибая руки, или свести руки кверху, к начальному положению над головой. При коротких руках это упражнение сравнительно легко, хотя и кажется требующим большой силы. Разведение гирь телами книзу очень трудно. Гири, поднятые над головой, лежат книзу, по наружным сторонам предплечий. Медленно, очень плавно опускать в стороны книзу руки до горизонтальной линии и удерживать так, не сгибая локтей. Запястья при первом способе отогнуты кверху назад, при втором кверху вперед. Делая разведение телами вниз, нужно очень твердо стоять на ногах, расставленных на 30-40 см пятка от пятки. И остерегаться, чтобы гири, идя всей тяжестью сверху вниз, не дернули бы слишком сильно рук. При тренировке пудовиками, по второму способу, очень хорошо приводить обратно руки наверх, то есть тренироваться на разы. Для повторного разведения двух пудовок, кроме очень большой силы, требуется еще слишком долгая тренировка в этом движении. Теперь становится вполне понятно, что балабольство Ищекина заключается в том, что он выделяет кресты ладонями вверх, как исключительно рекордные. Сам же Лебедев поясняет, что разница в крестах в сложности исполнения. Далее Лебедев отмечает, что удержание креста на прямых руках – исключительно травмоопасное движение, и рекомендует тренироваться на согнутых руках, и то с пудовиками, но на разы. Причем в тексте приводят свой печальный опыт в кресте, вследствие которого сам Лебедев и получил травму. Поэтому все попытки Ищекина пропагандировать крест на прямых руках – есть не что иное, как провокация атлетов на получение травмы, что есть нелюдским поступком. К тому же Лебедев рекомендует после взятия креста сводить снаряды вверх или, в крайнем случае, опускать не бросая. Конечно, книги Лебедева, которые, по утверждению Ищекина, для всех должны быть каноном – это очень хорошо, но есть еще и реальность. Давайте обратимся к таблице рекордов по тяжелой атлетике июля 1912 года. Разведение двумя руками – шаровыми гирями, телами вниз – 201 фунт Петр Крылов. Разведение двумя руками – пирамидами, телами на руках – 209 фунтов Иван Померанцев. Как мы можем заметить, оба варианта креста имели место быть и считались и являлись рекордными. И поэтому выделение Ищекиным разведения двумя руками – телами вниз, как истинно рекордного, является наглой ложью и очередной попыткой ввести нас в заблуждение. Для уяснения критериев фиксации рекордов у атлетов тех времен в упражнении «Железный крест» мы обратимся к журналу «Геркулес» 1913 года, 25 июня, издание номер 14. В этом журнале на странице 5 мы читаем. Лучшая херевая форма Крылова относится к 1900 году, когда он поставил в Киевском атлетическом обществе несколько замечательных рекордов. Там Федотыч толкнул двумя – 325 фунтов, выкрутил одной – 290 фунтов, выжал с моста – 300 фунтов и развел телами вниз, внимание, не чисто, конечно, две жанглерки по 101 фунту каждая. За эти рекорды Крылова выдана была от имени председателя Киевского атлетического общества, гарнич-гарницкого, золотая медаль и почетный диплом. Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы. Выводы моральные. Ищейкин своими заявлениями бросает намеренную тень на рекорды даже самого короля Игирь, Петра Федотыча Крылова. Ищейкин в очередной раз балаболит на тему, какие подъемы засчитывать за рекордные, какие нет. Ищейкин провоцирует атлетов на получение травмы, что есть недопустимо. Также выводы технические. Крест на прямых руках выполняется на относительно нетяжелых снарядах. На тяжелых гирях крест выполняется так, чтобы атлет мог избежать травмы. А сейчас, дорогие друзья, мы рассмотрим, как выполняет крест сам Ищейкин. С точки зрения того канона, который он всем навязывает. На этом видео мы наблюдаем, что у Ищейкина нет силы не то, чтобы руки свести. А даже опустить гири. И поэтому он вынужден их бросать. Кстати, гири по 24 килограмма. Сейчас будет видно. Что на это скажет канон? Опуская гири на пол или на землю, не бросайте их шумом, как это делают некоторые профессиональные силачи, желающие показать, что гиря неподдельная. Опускайте медленно, легко, без шума. А следовательно, дорогие друзья, ни один подъем Ищейкина нельзя назвать каноничным. С вами был Гончаров Денис и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова